Ремейки любимых с детства игр с каждым годом выходят все чаще, и компания Capcom в этом очень преуспела, сильно так обновив оригинальные произведения серии Resident Evil. Впрочем, они этим начали заниматься еще в 2002 году, выпустив ремейк самой первой части на платформе GameCube. В этом видео я расскажу о ремейках серии от худшего к лучшему, но оценивать я их буду не как отдельную игру, а то как они справляются со своей задачей именно в качестве ремейка. Поговорим об изменениях, что было утеряно, что было добавлено и о многом другом. В комментариях под видео напишите, какая часть ремейка вам больше пришлась по душе. Также не забудьте подписаться на канал и поставить свой лайк, если еще этого не сделали. Погнали. Resident Evil 3 Remake Игра увидела свет сразу же через год после ремейка второй части и по-моему разработчики очень поспешили, выпустив ее так скоро, потому как в финальной версии отсутствуют прямо огромные куски игры, которые были в оригинале. Вернее они формально как бы есть, но не совсем в том виде. К примеру, в оригинале Джилл посещает и убежище Дарио, и бар с Брэдом, и многоэтажную парковку, а потом уже доходит до вагончика с выжившими. Все это был геймплей, причем немалая часть. В ремейке это все тоже есть, но максимально бегло. Через 20 минут кат-сцен героиня уже находит выживший отряд UBCS в поезде. Или взять ту же часовню Святого Михаила. В оригинале в ней предстоит провести немало времени и разгадывать загадки. В ремейке же она... ну вон там стоит короче. В игре вообще напрочь отсутствует нелинейность. В оригинале при чрезвычайной ситуации был выбор, который немного изменит следующие несколько минут геймплея. Чаще всего это встреча с Немезисом. Кстати, насчет него. Когда он появляется в оригинале, игрок становится на место Сары Коннор из фильма Терминатор. За тобой постоянно охотится неубиваемая тварь. В ремейке же городских локаций мало и в большинстве случаев ты просто убегаешь от монстра, а его появление не становится большой неожиданностью. И вообще он теряет свою гуманоидную форму довольно быстро по сюжету, что делает его довольно массивным объектом, теряя возможность незаметного перемещения. Как и своего боевого крика. Кстати, вы помните как же смачно он произносил Старс в оригинале? Это звучало очень зловеще. В ремейке это случается реже, да и похоже актер озвучки был видимо коренным англичанином. Я не знаю как правильно сказать, из-за особенности речи буква R практически съедается, что свойственно английскому произношению. И как будто он ищет не членов отряда Старс, а потерявшегося родственника Стаса. Возможно знающие люди напишут в комментариях кому больше присущ такой говор. И вот в этом вся игра. Вырезаны куча локаций, другие наоборот, чересчур расширены. Nemesis уже не тот и отсутствует выбор в сюжете. Для меня это худший ремейк за всю историю ремейков. Resident Evil 2 ремейк Когда в 2019 году вышел ремейк второй части, он сразу же понравился многим. И действительно, разработчикам удалось отлично перенести атмосферу из оригинала, в частности таинственного полицейского участка, который ранее был музеем. Хотя лично мне не хватало той самой пробежки по городу, полному живых мертвецов. Тем не менее, многие узнаваемые моменты присутствуют, типа того же магазинчика Кэнда, пускай и в перетасованном виде. Отчего разработчики отлично играют на ожиданиях игроков, порождая уникальное чувство страха. Когда заходишь в комнату, узнаешь ее интерьер и стеклянный потолок, вспоминаешь, как в детстве из него выпрыгивал лизун. Вот уже в ремейке ты заходишь в эту комнату, но ничего не происходит. А проходя сценарий B, ты расслабленно идешь туда же и тут случается то самое ковардное нападение, которое ты уже не ожидаешь. Еще стоит отметить отличного охотника тирана модели Т-103 или Мистер Икс. В отличии от оригинала, он не появляется по заранее написанному скрипту. Стоит ему впервые повстречаться на пути в игре и он будет вечным кошмаром Леона и Клэр, что делает игру более напряженной. Таким образом, тиран из второй части получился даже гораздо круче и страшнее Немезиса, который был в ремейке третьей части. В оригинале наоборот. Чувствовался прогресс, по сравнению с Мистером Икс, Немезис реально был как Терминатор. Его нельзя подкупить. С ним не договориться. Ему неведома жалость, раскаяние или страх. Ремейк и впрям получился отличный, но у игры есть один большой недостаток. Это плохо сделанные системы сценариев. Серьезно, их как будто наспех прикрутили под конец разработки. И изначально хотели сделать две параллельные истории. В оригинале между героями было гораздо больше взаимодействия. Они то и дело встречались в том же полицейском участке. А выборы, сделанные в сценарии А, зависели на прохождение сценария Б. Тем самым, пройдя игру за Леона и П. Позже начав её за Клэр и увидя события её глазами, сюжет начинал обрастать новыми деталями. Подробнее об этом я расскажу как-нибудь в другом видео. Ставьте лайки, если хотите сравнение системы сценариев оригинала и ремейка. Resident Evil 1 ремейк Эта игра впервые вышла ещё в 2002 году, спустя шесть лет после оригинала. Более того, к ней приложил руку и сам Синзи Миками, создатель первой части. Пожалуй, из первой трилогии именно эта часть больше всех приближена к оригиналу. Здесь вообще есть абсолютно всё, что было в игре 1996 года. Создавая ремейк, разработчики попытались реализовать всё, что не успели ранее. Здесь и дополнительные локации по типу того же кладбища и домика в лесу. Новый неубиваемый враг Лиза Тревор, она порой будет появляться где-нибудь в подземельных локациях. Разработчики добавили в игру много элементов нелинейности. Начиная с мелких, по типу с какой стороны обходил стол столовой, с такой стороны Джилл и подойдёт к баре. И заканчивая сюжетными выборами. Например, есть такой персонаж, Ричард, которому суждено умереть. Но умрёт ли он от того, что герой не принёс ему сыворотку, или от того, что его сожрёт змея или акула, зависит исключительно от игрока. По идее, всё это должно было получить развитие в ремейке третьей части. Но всё вышло иначе. Ещё появилась новая механика – сжигание тел. Если этого не делать, то обычные зомби превращаются в Кримсон Хэдов, ещё более живучих монстров. Но, как по мне, разработчики сильно перемудрились с этой механикой. Лучше бы они просто добавили больше обычных зомбаков. И я нашёл ещё один маленький косяк в ремейке. Видите ли, в оригинале структура особняка, в зависимости от игравильного героя, отличается. Вот пример буквально из начала игры. Обычный игрок направлялся в галерею, за картой первого этажа. Взяв документ, играя за Джилл, она открывала дверь отмычкой, откуда попадала в собачий коридор. Но вот при игре за Криса, та же дверь была заперта ключом с символом меча. Поэтому вместо коридора с собаками, ему приходилось начать исследование особняка со второго этажа. В ремейке для всех протагонистов за основу было взято прохождение Криса. Таким образом, у обоих героев все двери заперты на одни и те же замки. Ну и отдельно я бы хотел поговорить о музыке. Оригинальное звуковое сопровождение локации было, мягко говоря, тревожное. Не знаю как вы, а я когда прохожу старые резиденты, порой впадаю в депрессию. По большей части из-за музыки. И только ремейк первого резидента смог передать звучание так же хорошо, как и оригинал. Что неудивительно, ведь игра вышла спустя всего 6 лет, а не через 20, как в случае с остальными ремейками. Resident Evil 4 ремейк. Я долго думал, какой же резидент поставить на первое место, первый или четвертый. С одной стороны, ремейк первого резидента ближе всех к своему оригиналу, плюс он новые локации и механики. Но с другой стороны, мне настолько понравился ремейк четвертого резидента и то, как он сделан, что я не мог не поставить его на вершину. В игре много нового, чего не было в оригинале. Тут вам и крафт, и стелс, и даже дополнительные задания. Управление стало гораздо лучше. И нет, я не намекаю на кривой портный ПК 2005 года. Сам Леон стал динамичнее в бою, умеет одновременно двигаться и стрелять, да и ножом орудует профессиональнее, чем в оригинале. В сюжете появилось больше логики. Особенно мне нравится, как Леон разговаривает с местными. Я Осмунд Седлер. Глаз господа нашего. Да мне похер, кто ты. Также разработчики развили многих персонажей, дали больше экранного времени и Луису Сера, и той же Ади Вонг. Правда она больше раскрывается в дополнении Сепарайт Уэйс. При прохождении основной кампании можно было заметить, что некоторые моменты из оригинала отсутствуют, например, битва с вот этой тварью. Зато в DLC про неё не забыли, но сражалась с ней уже Ада, а не Леон. То же самое и с поездкой на фуникулёре. Таким образом разработчики показали её немалое влияние в этой истории, отдав часть контента из оригинала. Так, это тебе. Это мне. Я себя не обделю? Вот и получается, что разработчики настолько переработали ремейк четвёртой части, что игра не потеряла узнаваемость, но в то же время стала более свежая. Те же локации очень знакомы, но стали компактнее. Старые добрые враги из оригинала остались на месте, стало ещё прекраснее. А узнаваемые сцены наполнились кинематографичностью. Когда я перепроходил ремейк, я поймал себе на мысли, что мне просто нравится в него играть. Исследования, загадки, офигенное чувство приключения. А ещё стрельба. Она прям доставляет. Порой чувствуешь себя Джоном Уиком. Ну как такая игра может не нравиться? На мой взгляд, именно Resident Evil 4 ремейк лучше всего справляется со своей задачей как обновлённая и переосмысленная версия. Подработчики словно отсекли всё самое неинтересное, привнесли кучу нового, сделав это всё компактно и органично. На самом деле все перечисленные игры в чём-то хороши. Первая уникальная в своём роде, где ты ещё встретишь такой геймплей, который как будто записывается с камерой видеонаблюдения. Вторая часть прекрасно нагоняет Джуси. В некоторых сценах становится не по себе от варящегося мяса. Немного непривычно такое наблюдать в играх серии. Уродом в семье является скорее ремейк третьей части. Пока записывал футажи, именно она выписала больше всего. Да и сильно короткая, что говорить, если игру можно пройти менее чем за два часа. Лично мне интересно посмотреть на ремейк Кода Вероники. Оригинал, к сожалению, я вошёл стороной, но про игру слышал много хорошего. Что ж, жду ваш от худшего к лучшему по ремейкам Resident Evil в комментариях к этому видео. Также не забывайте про лайки и подписку. На этом всё. Спасибо, что смотрели. Не болейте. Услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok